Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить комиссию документы о том, что за последние пять лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за пятилетний период и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, семинарах, вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации СИРАНО и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по девяти темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16.00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стоматовы. В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органы». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18.30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенции в соответствии с профессиональными стандартами. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров» читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии. В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefis-serano.ru Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия Непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественна для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями – это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями, в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Уважаемые коллеги, сегодня разговор будет о инфекциях, которые являются причиной заболевания почек. Это актуальная чрезвычайная тема как для нефрологов, так и для всех специалистов, врачей общей практики, терапевтов, педиатров, ну и, конечно, инфекционистов. Ежегодно проводится так называемый Международный день почки. И в этом году, в марте месяце, было подчеркнуто на этих конференциях, которые приурочены к этому дню, что во всем мире от заболеваний почек страдает 850 миллионов человек. Это огромная армия, причем получается, что один из десяти взрослых страдает хронической болезнью почек. Аналогичная ситуация и у нас в стране, в России. Главный нефролог России профессор Шилов пишет и говорит о том, что 15 миллионов россиян страдают заболеваниями почек. И большинство заболеваний почек не заканчиваются благоприятно. Многие из них процесс ухудшения функции почек прогрессирует и заканчивается хроническим повреждением почек, хронической болезнью почек. Надо сказать, что хроническая болезнь почек это один из факторов, который требует очень больших средств государства. Это катастрофические высокие расходы на здравоохранение. Это и не только диализ, не только консервативное лечение, но и трансплантация почек, которая поставляется достаточно дорогостоящей и сложной для лечения и выхаживания этих больных. Начнем мы разговор о инфекциях процесса зачатия. Эмбриональный период нутультробного развития – это тот период с 18 по 60-е сутки, когда возможно воздействие различных тератогенных факторов. И зародыш в этот период наиболее чувствителен тератогенным фактором. Причем, чем раньше формируются те или иные органы и воздействуют на них неблагоприятные тератогенные факторы, то тем более грубые пороки развития почек, мочеводящих путей развиваются. Говоря о причинах такого воздействия, надо выделить несколько факторов. Прежде всего, это инфекции, о которых сегодня будет идти речь. Далее, лекарственные средства, различные химические вещества, экологическая неблагоприятная обстановка, вода, пища, воздух, ионизирующие излучения, различные метаболические нарушения, которые могут быть у беременной женщины, ну и привычки, бредные – это курение, алкоголь, наркотики. Мы сегодня будем говорить о наиболее часто встречающихся ситуациях, когда действуют на организм плода, эмбрионы действуют инфекциям. Надо сказать, что вот этот ранний период развития плода, особенно на этапе развития эмбриона, начиная со второй-третьей недели развития, и в этот период развиваются три главных органа, закладываются зачатки этих органов – это головной мозг, сердце и мочевая система, мочевые пути. И вот именно на этих этапах и происходит очень часто при воздействии тратогенных факторов развитие тех или иных аномалий развития органов, в том числе и почки. Говоря о патологии органов мочевой системы, надо сказать, что, вот как я уже говорил, на ранних этапах развития до 12 недели – бывают грубые, большие аномалии почек. Это агенезия, хромособные болезни и с развитием аплезии даже почек, дистопия, подковообразная почка, дисплязии различные с персистированием эмбриональных структур. По мере того, как ребенок развивается на уже 10-12 неделе беременности, и позже наблюдаются уже не такие грубые нарушения. Это бывают задержки, созревания, нарушения дифференцировки клеточной, гипоксические поражения почек. Ну и, конечно же, в интернатальном периоде могут быть поражения почек, связанные с гипоксией, с диабетом и, конечно, инфекционной нефропатией. Надо сказать сразу же, что все бактерии, все вирусы, грибы, простейшие, они причастны к заболеваниям почек и вызывают те или иные повреждения почек. Это вполне возможно и встречается не так уж редко. На сегодня установлены тератогенные влияния бактериальных, протозоидных инфекций и, конечно же, самое большое влияние на возможное тератогенное воздействие и развитие пороков развития мочевой системы оказывают самые различные вирусы. Достаточно большое количество работ показывает, что такие вирусные инфекции, как цитомигаловирус, герпес первого и второго типа, парвовирусная инфекция, известная инфекция краснуха, которая дает, конечно, большие поражения странной мочевой системы, она встречается сейчас несколько реже, ВИЧ, гепатиты. Конечно, вся группа респираторных инфекций большая, она тоже оказывает колоссальное влияние. Ну и реже, но может быть изучена сиферис, малярия, заболевания, передаваемые половым путем и так далее. Ну и этот перечень можно продолжить, поскольку инфекции встречается достаточно много. Каков механизм повреждения почек при инфекции? Их несколько. Первое, которое возможно и наиболее, пожалуй, такая вот серьезная, вызывающая достаточно грубое положение – это прямая инфазия болезнетворных микробов в ткани почек, то есть их цитопатическое повреждение. Оно наблюдается при некоторых бактериальных инфекциях, при диперкулезе, при лептоспирозе, при заражении нематодами. Вторая ситуация встречается тоже достаточно часто – это включение так называемых иммунных механизмов с участием микробных антигенов, с образованием циркулирующих иммунных комплексов, и при вирусном поражении могут вызываться те или иные нарушения врожденного клеточного иммунитета. Ну, таким примером является развитие гламерного нефрита после перенесенной инфекции. Ну и третий вариант тоже возможен – это развитие полиорганной недостаточности, связанной с сепсисом, развитие синдрома системного воспалительного отверта, измененной экспрессией цитокинов, развитием гемодинамических нарушений, гемолиза и развитие гепатриального синдрома. Ну и еще мы не можем не сказать еще об одной причине повреждения почек при инфекции – это нефротоксические эффекты различных препаратов. Все-таки надо помнить о том, что большинство инфекций, ну даже легкие иногда инфекции, не говоря уже о средне-тяжелых и тяжелых, они связаны с большим или меньшим количеством лекарственных препаратов. Это и синдроматическая терапия, это, может, патогенетические варианты, иногда это и логические варианты терапии. И вот этот момент имеет очень большое значение, о нем мы сегодня тоже поговорим. Вот с этого я, пожалуй, начну о лекарственном поражении почек, потому что это самое частое осложнение лекарственной терапии развивается при применении многих препаратов острое и хроническое поражение почечных донамиров, канальцев, интерстиция, связанное с приемом разных медикаментов. И не случайно известный нефролог Академин Мухин писал, что нефрологическим может стать любой больной как при естественном течении заболеваний, так и в результате лечения. Вот приводится данное, что в США среди всех случаев острого почечного повреждения лекарственно индуцированные, то есть связанные с лекарственным применением тех или иных лекарств, они составляют у каждого четвертого-пятого пациента, то есть 18-20-27%. Более того, из всех случаев острого повреждения почек 6-8% обусловлены приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, причем в исходе почечных повреждений, которые индуцированы приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, функция почек не восстанавливается почти у 1-3 больных. Вот это надо помнить сейчас, когда мы достаточно широко применяем по назначению врача, а иногда и без назначения врача. Это группа препаратов. Еще группа препаратов есть, которые тоже вызывают достаточно часто повреждения почек, это аминогликозиды. Нефротоксическое повреждение почек, по данным профессора Ермоленко, встречается после применения аминогликозидов у 10-36%. Это очень большой процент почти у каждого третьего-четвертого человека, больного, который получает аминогликозиды. Говоря о нефротоксических препаратах, надо сказать, что эта группа достаточно большая. Это прежде всего нейротропные препараты, антидепрессанты, но они встречаются не часто в практике, но тем не менее и у детей, и у взрослых иногда это приходится использовать, потому что вопросы формирования депрессии, различных отклонений на психическом состоянии, встречаются не так уж редко, и мы к этому с помощью наших специалистов, психиатров, невропатологов достаточно часто привлекаем эти препараты. Нестероидные противополитные срезы. Далее, ингибиторы ПФ, блокады ангиотензиновых рецепторов, мочегонные препараты. Конечно же, большая группа антибиотиков, аминогликозиды, цифалосфорины, тетрациклин, цифрофлоксацин. В эту же группу в них включены и пенициллины, метициллин, ампициллин, оксоцилин, иммунотропные препараты, интерферон альфа, ацикловир и так далее. Ну и, конечно, есть соли тяжелых металлов, они не так уж используются часто, но тоже возможны препараты висмута, лития, меди. Невротоксическим эффектом обладают также и противогрибковые средства, о которых мы тоже сегодня будем говорить, они используются тоже не очень часто. Обращаем внимание, что в невротоксическом действии обладают так называемые китайские травы. Почему я говорю так называемые? Потому что сейчас очень много идет трав с Востока, они могут быть изготовители, фирмы, которые работают на территории России, но, тем не менее, содержимое и вот эти фитопрепараты, они используют часто производители и китайские травы, которые обладают достаточно мощным, действенным и фатоксическим за счет многих токсических веществ, особенно соли тяжелых металлов, различные удобрения, которые применяют при выращивании этих токсических трав. Говоря о нестероидных противовоспалительных средствах, надо сказать, что существует два вообще направления такого действия на почке. Это прежде всего системные воздействия, связанные со снижением синтеза просто гландина. И надо сказать, что это бывает не только тогда, когда больной, например, получает нестероидные противовоспалительные средства там 4, 5, 6, 8 дней. Даже однократное применение нестероидных противовоспалительных средств вызывает сужение почных сосудов, снижение почного кровотока, нарушение клубочковой фильтрации, уменьшение диуреза, нарушение электролитов воды и даже развитие отеков. Это, конечно же, очень важный момент, который мы должны помнить, потому что я еще раз подчеркну, что многие нестероидные противовоспалительные средства применяют даже без назначения врача, а иногда и даже вопреки назначению врача. Ну и, возможно, прямое повреждающее действие нестероидных противовоспалительных средств – это развитие интерстициального нефрита. Раньше это называли аналогиотической нейропатией, когда под влиянием нестероидных противовоспалительных средств возникают дегенеративные поражения канальцев, снижение функций канальцев, нарушение концентрационной способности почек. Это касается почти всех препаратов из данной группы. Еще одна группа, о которой мы должны помнить всегда, когда мы работаем в педиатрии, это недоношенные дети. Недоношенные дети являются группой высокого риска по заболеваниям почек. С чем это связано? Чаще всего, поскольку они рождаются чаще раньше срока, у них малое число нефонов, у них возникает на фоне тех процессов, которые происходят при реабилитации, при лечении этих больных, гемодинамические, возможно, нарушения, связанные с незрелостью, применение нефротоксических препаратов, тех же аминогликозидов, пенициллиновый ряд, а иногда и цифалоспорины, развитие различных инфекций внутриутробных или у матери внутриматочных, и у ребенка, соответственно, внутриутробные инфекции. Неоптимальное питание, и у них вследствие незрелости почек и особенности функционирования мочевой системы, возможен быстрый риск прогрессирования хронической болезни почек. Надо помнить о том, что, поскольку детей недоношенных достаточно много, то дозревание нефронов наблюдается, как правило, до 36-38 недели гистации при наличии нормальной массы плода. Поэтому все дети недоношенные, новорожденные с малой массой, не имеют нормального количества нефронов. И поэтому это является риском развития хронической болезни почек, ранней гипертензии и более тяжелого течения приобретенных заболеваний почек. Вот на этом слайде показано, что если ребенок родился, предположим, весом 2, 2 200, 2 300, то он имеет не 800, предположим, тысяч нефронов, а имеет где-то 400-450 всего, то есть почти в два раза меньше. Почки ребенка, родившегося с малой массой, они имеют такую дольчатость, незрелость. И это видно не только при экскритонографии, но это видно хорошо и иногда при ультразвуковом исследовании. Мало или много у нас новорожденных с низкой массой? Много. Вот привожу данные, которые существуют у нас в России. Каждый шестой ребенок рождается с весом, с массой менее 2,5 кг. В год, это по данным 2017 года, это почти 115 тысяч человек. А из них, из этих детей, достаточно большое количество на всю Россию, около 20 тысяч. Это дети, которые рождаются массой менее 1500 грамм. Это дети, которые требуют реанимации, оказания специальной помощи для них. И выхаживание занимает большой вред, место в жизни врачей, педиатров, нанотологов. И не всегда это бывает такая простая и быстрая задача. Говоря о возможном влиянии инфекции, я уже сказал, что вирусные заболевания, особенно вирусные инфекции, наиболее полно изучены. И они оказывают наиболее значимое влияние на возможность поражения почек. Но хорошо изучены влияния краснухи, цитомегаловирусной инфекции, герпетической инфекции, кори, ветряной оспы, паротита, гриппа, полиумелита, инфекционного гепатита. Надо сказать, что механизмы проникновения инфекции делятся на две группы. Первая – это когда большинство вирусов, в том числе и кривой краснухи, свободно проходят через плаценту. Из кровотока матери через стенки ворсинах, в плотный кровоток, внедряются в эмбриональные клетки и размножаются в них. Второй путь – это восходящая инфекция из влагалища, шейки матки или из брюшной даже полости по маточным трубам через поврежденные или неповрежденные плодные пузырь. На сегодня выделено понятие «какут». Какут – это название врожденных аномалий почек. По первым буквам такой фразы – врожденные аномалии почек и мочевого тракта. Вообще, врожденные аномалии почек и мочеводящих путей – это группа аномалий, которая связана с сочетанием генетических факторов как причинно значимых и факторов окружающей среды, что способствует формированию аномалий. Вообще, надо сказать, что вот эти врожденные аномалии, они приводят к чаще всего долгосрочной опасности для здоровья, потому что на их фоне у детей и потом во взрослом состоянии повышается, развивается слойка гипертензии, резидивирующие инфекции мочевых путей, хроническая болезнь почек и терминальная стадия поражения почек в виде хронической почки недостаточности. Встречается эта патология достаточно часто. Ее приводят, смотрите, у одного ребенка из 100-50 новорожденных по разным данным. И надо сказать, что вот эти врожденные аномалии чаще всего являются главной причиной развития терминальной стадии почной недостаточности. Почему говорю, что это часто? Потому что все хронические заболевания почек в 30-60% случаев, то есть у каждого, по сути, дело второго, они связаны с врожденной аномалией. Какие это врожденные аномалии? Конечно, это касается врожденных аномалий почек прежде всего. На ранних этапах воздействия на эмбрион это агенезия, дисплязия, гипоплязия почек, развитие поликистоза и другие поражения. Ну, возможны и дефекты мочеточника, как абструкция мочеточниково-тазового перехода, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, обструкция уретеро-визикального перехода и так далее. Ну, и третье, пороки нижних мочевых путей, они тоже встречаются часто. Экстрофия мочевого пузыря, агенезия мочевого пузыря и клапы задней уретры и реагенезии уретры. Это все прогрессирует, вызывает не только повышение артериального давления, но приводит к ретизирующим инфекциям и хроническому повреждению почек. Ну, вот тут я хочу сказать, что у урологов и нефрологов есть такое правило. Если вы видите какое-то поражение в верхних мочевых путях, ищите что-то еще и внизу. И наоборот, если есть какая-то патология выявлена в нижних мочевых путях, обязательно надо посмотреть верхние мочевые пути, то есть почка, лоханка, которая чаще бывает тоже поражена, и таким образом вся мочевая система чаще поражается системно, так может быть, наверное, можно сказать. Наступает постнатальный период, и тут тоже ребенку угрожает возможность развития патологии почек, о котором мы сейчас и будем говорить, связанной, конечно, с инфекцией. Надо помнить о том, что здоровые вообще почки не должны болеть. Заболевания возникают, если почки исходно неполноценны. У почек есть достаточно большая прочность, и возникает заболевание, как правило, тогда, когда есть анатомические, функциональные или структурно-клеточные нарушения. Вот это первое, что нужно помнить всем. Далее, надо помнить о том, что почка очень терпеливый орган. Он не жалуется, этот орган, на какие-то проявления и ничем себя не проявляет патология. Дело в том, что явных симптомов почечной дисфункции может не быть до тех пор, пока не потеряны будет половина или две трети всех анафронов. Если только лишь поражены патологическим процессом такое количество, где-то две трети анафронов, тогда появляются клинические проявления, а до этого почка не дает о себе знать. Ну и тогда, когда скорость клубочковой фильтрации не упадет ниже 25% от нормы. Часто это бывает не с самого начала в детском возрасте, а уже в молодом возрасте, в середине жизни и иногда даже в конце жизни. Говоря о положепоражении почек, развительной пропатии при инфекционных заболеваниях, частота их достаточно велика и она различна при разных заболеваниях. Например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, практически 100% поражение почек. При многих респираторных заболеваниях, при ВИЧ-инфекции, при скарлатине, брюшном тифе от 40 до 70%. Очень частое поражение почек бывает при гепатите. Я об этом буду специально сейчас говорить, потому что активный гепатит появляется по мочевому синдрому, по каким-то клиническим проявлениям у 10-20%, а тяжелых формах при аутопсии выявляется у 90% почек. Таким образом, частота, она все равно, поражение почек при инфекциях, она бывает достаточно серьезной. В жизни взрослых и детей наиболее частая проблема – это респираторные вирусные инфекции. Причем надо помнить о том, что по данным ряду авторов поражение мочевой системы является вторым по частоте осложнением при респираторных вирусных инфекциях. И в зависимости от клинических проявлений, от типа инфекции возникают различные проявления со стороны почек. Ну, прежде всего, возможно, функциональные нарушения нефрона. Они иногда не очень ярко проявляются, но это тоже может быть какие-то проявления тубулопатии, это может быть даже небольшое снижение клубочковой фильтрации, но иногда это, как я уже говорил, не проявляется. И только при специальном обследовании, когда появляются, положим, отеки, когда у ребенка появляются какие-то электролитные нарушения, выявленные при обследовании в стационаре, можно думать о поражении почек. Бывает приходящий транзиторный мочевой синдром, ну и, конечно же, при респираторных вирусных инфекциях возможно развитие интерсоциального нефрита, гламирования нефрита с самыми различными вариантами морфологическими и клиническими. Развивается острое повреждение почек, из которых нередко бывает, ну, может быть, не очень часто, но тоже встречается гемолитско-уримический синдром, очень серьезное заболевание. Развитие бактериального воспаления, инфекции мочевых путей пилонеприт и вторичные обменные нарушения. Я желаю всем здоровья и благодарю вас за внимание.